итак мы продолжаем ну что же ребят давайте разгребаться дальше по стеклом в геншине поехали мало нам стекла в сырье сейчас его и в геншину прямо активно подводят а но хотя чуй то будем отдыхать и радоваться на празднике морских фонарей правильно правильно вот кстати было бы идеально за эти полторы недели закрыть все квесты персонажей и закрыть все встречи чтобы хотя бы это у меня не висела а вот не я бы наверное тогда даже успокоился так а это камни этни камни ну и ладно ладно по сон меня тоже уже раздражает свои многоуровневостью зачем она такая ладно добрались все это неужели выходит все эти истории оказались правдой мир сошел с ума и и это ты понимаешь колтор это ты только слышишь но историю знал бы ты что мы повидали но если бы я не видел всего собственными глазами тоже едва ли поверил бы да на видели бы мы видели мы очень много прямо очень много ивент когда будешь проходить какой из всех ивентов а думаю мы с тобой оба чувствуем боль от потери мелуса и негодование от того каким подлецом на оказался марсель шинзу привет я думал господин марсель всегда будет на нашей стороне с тем что у него есть он обязан спины дирасула а он ради своих безумных исследований замыслил похитить тебя и на растворите в воде временная садок она что он вроде бессюжетная она же там бессюжетная а тут висит куча сюжета интересного но беспокоиться не о чем на торговая ассоциация габриера теперь распущена с производством и распространением абсентиона тоже покончено подобным на стримах мы будем заниматься когда закончится все сюжетное на этого еще очень много мы наконец поставили точку в этой долгой истории ты уверен но если марсель давно замыслил зло против спина дирасула скорее всего он тайно связался с ромео фом на прикиньте вас бы звали ромёв ромёв а это кто а потом и привет очевидно что это ромёв чтобы это не значило я тоже впервые это имя слышу флоран наверняка его помнят когда обсуждали строительство линии для клобусов спина дирасула разделилась на две партии а и он был противником отца navi по сути до сюжетно интересный но загадки ну да но у меня же всегда есть чат которые иногда может даже помочь когда там попросить хорошо и все такое ромёв возглавлял партию которая придерживалась мнения что столь значительные суммы лучше вложить в развитие пуассона ну кстати его тоже можно понять но господин каллас считал что нам представилась редкая возможность наладить сотрудничество с властями курда фонтейна и исследовательским институтом что строительство линий поможет нам установить полезные связи аквабусы насулили коммерческую выгоду спина дирасула а еще должны были помочь нам стяжать хорошую репутацию среди жителей фонтейна поэтому строительство водных линий было выгодным проектом в долгосрочной перспективе но две противопротивоборствующие партии никак не могли договориться в конце концов ромёв со всеми сторонниками вышел из спины дирасула а затаив зло на господина калласа ой знаю каким упрямцем был мой отец мне легко это представить в результате когда на господина калласа возвели ложное обвинение полезные связи на которые он потратил целое состояние ему не помогли ну кстати по факту же да но вот цена которую он заплатил за свои убеждения неужели такой расколу случился в спина дирасула впервые да если каллас был таким упрямцем наверняка у него постоянно случались споры с остальными членами спина дирасула да споры случались почти каждый день но понимаешь навиа точнее босс господин каллас был таким не всегда раньше он прислушивался к нашим советам и госпожа крементина всегда была на нашей стороне так что долгие годы что все шло гладко но по вопросу строительства линий для аквабусов госпожа крементина приняла сторону господина калласа я не знала но мне кажется у рамёфа не его сторонников тоже была своя правда неужели они не могли сесть и просто обо всем договориться думаю тот вопрос стал последней каплей в итоге рамёф с его сторонниками мы пришли к весьма на радикальному выводу они решили что госпожа что госпожа крементина стала пристрастной как только понесла дитя от господина калласа разве ну ну логично что жена и будет поддерживать мужа и все такое нет то есть они решили что она предала их но это нелепо моя мать была отдельным человеком и полноправным членом спины дирасула ну а не просто посредником между ними и моим отцом у нее было право на собственное мнение ну как бы да да но они сочли это предательством для них переход госпожи крементины на сторону господина калласа означало что их голоса больше никогда не будут услышаны потом госпожа крементина умерла и господин каллас стал относиться к строительству водных линий как к воплощению ее последней воли тогда исчезла последняя надежда на компромисс а вот оно что ромеф и его сторонники объявили о выходе из спины дирасула в дальнейшем у нас случались конфликты во время которых они вели себя так будто нас ними ничего не связывает возможно после выхода из спины дирасула на не стали считать нас своими врагами и все равно у нас нет доказательств что они действовали заодно с марселем я слышал у них давно начались финансовые трудности которые не дают им вести работу но до тех пор пока их общество не распущено они представляют для нас угрозу и чё с ними делать а я не помню кстати до какого ранга у меня гг был в пачке довольно долго ж по сути а да да в смысле довольно долго выбора не было потому что он нужен был для решения загадок и прочего до до исследования его когда исследовали он нужен был со своими бочками я думаю опасения колтера вполне оправдано отец долгое время был бельмом на глазу и для ромеф и и для марселя и пусть марсель больше не обладает никакой реальной силой о местонахождении ромеф и нам ничего не известно а если они до сих пор мечтают отомстить спина дирасула на знаю насколько мы сейчас слабы и уязвимы лучше времени не придумать все так босс не мы не должны упускать их из внимания ни на минуту я предупрежу ребят а я деда выбила в начале игры но это не начало игры это пара месяцев прошла когда дед появился это наверное патч не раньше чем 12 а потому что сначала был вэнси потом была к ли потом был альбедо в 1 3 наверное дед появился если я ничего не путаю а это уже там почти полгода после старта игры спасибо флоран колтер на тебе спасибо за информацию да да когда у меня дед появился я тоже сразу с гг распрощался ерунда на голос а вы сейчас свободны может немного прогуляемся смысле в 11 дед был да ладно там и клей дед были сразу я что-то думал в 13 или в 13 сяо был а сейчас бы короче вспоминать кто был в баннерах больше трех лет назад я не помню что я ел вчера столько известий трудно прийти в себя при мысли о том что он я никогда их больше не увижу а может погуляем по городу заодно я заберу униформу адель не придется беспокоить флорана а вы к нам присоединитесь не возражаешь колтор я нет нисколько а ну значит да сяо был в 13 тогда в путь у пойман предчувствие что это будет очень важная встреча да хочется увидеть адель веселый был тортик и дед в 11 он ну да в 12 альбедо и козла это я хорошо помню там были мои легендарные крутки козы но мы с вами на самом деле отличные напарники идем ну с поехали вот демон сейчас же есть прекрасная штука зовется гуглом но если если трубы и правда помнят но у меня плохие новости прям очень плохие новости тогда я помню доказу козу я хорошо помню я даже помню что это же по моему было в январе 2021 года либо январь и либо февраль по моему я нет подождите 13 феврале в феврале был один феврале было коза вот потому что я крутил 13 февраля в 13 часов 13 минут козу и мне выпало 2 и вот такие моменты они запоминаются пойман думала что мы на лодке поедем иногда бывает неплохо прогуляться и будем считать это маленьким путешествием проведем пару дней в курдафонтейн а потом вернемся давно я не ходил этой дорогой а я вообще хоть раз этой дорогой и ходил для такое ощущение что как бы нет ну да ладно я думаю иногда можно и прогуляться главное чтобы никуда не снесло я помню дед каким был как я его не хотел крутить но он просто был не играбелен по сути тогда просто его щит мобы они его просто сбивали даже обычный маленький хили чурл давал деду щелбан и он просто падал и не мог скастовать щит да это было таким ровлом я долго не знал крутить не крутить потом плюнул выкрутил и с тех пор он никогда не покидает мою группу он в ней живет просто не хср я помню вот хср да я хорошо помню а мы уже вам столько прошли пора и отдохнуть немного мы ведь гуляем а на прогулке спешка ни к чему блин я просто это помните момент когда был какой-то синематик синематик не синематик короче видос был по геншином на в канале и там деда показали в этом в балахоне ну короче по моему это было что-то связано со ждахой вот когда его показали в его белом этом костюме в балахоне вот нихуё дайте такой скин на деда ну он прям охрененный вот он мое почтение я постарел здоровье уже не то хорошо хоть работа крепости мирапид помогала поддерживать себя форме трейлер якш а он он да там костюм вот на ассасина был похож но он очень классный ты молодец совсем не отстаешь смотря на то что дед но никогда не было квабусов нам часто приходилось идти с грузом на север оттуда на пароме переправляться в курде фонтейн даже не сосчитать сколько раз мы с милусом проделали этот путь отдыхали прямо на траве а голоду таляли свежей рыбой он тогда дела спины дирасула шли в гору господин калас был очень щедр у него он не за нас была возможность разбогатить ну конечно не работали мы тоже много яблопривят но не успела глазом моргнуть а по воде уже вовсю уходят аквабуса и наша дорога оказалась почти забыта ну не ну наверное это к лучшему потому что старость ведь не дремлет же ну да я понимаю он просто немного затасковал по минувшим дням тогда давайте попробуем давайте побудем здесь подольше не хотите пирожных она снова таскает все с собой ну все самое важное и ценное само собой а навиа ты решила приготовить свои фирменные макароны а пойман так давно о них мечтала да я так и знала что ты не откажешься да блин я бы лучше не эти пирожные макароны я бы лучше от фурина макарок похавал вот так подождите я посмотрю все ли у меня с собой но обычно об этом заботились мелусы сильвер так печка готова а продукты нет муки и сахара на без них макароны никак не испечь давай я метнусь ща правда не хочется утруждать себя только ради муки и сахара да ща метнусь но мы тоже должны сделать свой вклад не беспокойся мы часто готовим на природе тору знает как искать нужные ингредиенты где я на природе муку найду блин я бы с мясной заливкой но у меня сейчас они просто в холодильнике такие же стоят но отведаю я их снова только после стрима да отлично тогда поручаю это вам если раздобудите немного цветков сахарков и пшеницы я смогу начать готовить мы муку будем производить вот прямо в полевых условиях ладно а я посмотрю нет ли поблизости ящиков которые можно взять вместо стола и стульев отлично тогда я займусь печью у каждого есть задание а пойман и не у каждого вы не у каждого так отдайте пшеницу ну да у меня аж так что-то у меня диссонанс небольшой дед вылазь будем готовить ну как нашли им цветок сахарок и пшеницу все есть допустим молодцы а теперь я могу заняться готовкой навиа ты просто волшебница твои макароны выглядят как настоящее произведение искусства а еще не очень вкусные лям там ящиков натаскал ну вон они там слева под деревом стоят ну блин спина дирасула всегда высоко ценили кондитерское мастерство босса все знают она у нас настоящий талант главное чтобы пойман не ушла к ней жить вот а то мы так неси на всех раз такое дело это всего лишь коби я не заслужила таких похвал и я не заметил а я заметил вы пользуетесь доверием босса и часто ее сопровождается а вы не думали присоединиться к спина дирасула хочешь переманить меня из гильдии искателей приключений не у нас впереди еще другие важные дела да поэтому вам и приходится все время путешествовать таня привет ну получается поэтому а тебе повезло сегодня повстри повстречать нас вместе на самом деле мы давно не виделись искателю приключений нельзя долго сидеть на одном месте для них членство спина дирасула станет тяжелыми оковами и мы им прошли вместе через столько разных историй что наши сердца прочно связаны друг с другом где бы мы ни находились на я права на авиа права на сто процентов даже оказавшись на за семью морями пойман не забудет вкус макаронов на ве в этом я даже ну я не на секунду не сомневаюсь вы посмотрите на дин выглядят они классно да даже по лицу пойман все понятно а вот она что надо меня большая честь познакомиться с вами значит я должен ценить то он недолгое время чтобы рядом получается дату мою вот первый раз сегодня но пусть ну нет я играл в двадцатом году с геймпада но недолго вот я сейчас переучиваюсь и обратно давайте выпьем за встречу пусть в бокалах просто вода не где-то не велит такой ум да вы шарите господа в банкетах не билет бы наоборот обрадовался какой-то шорох просто зверек пробежал за вас и ты чего поднимай свой бокал ну ладно компай а пусть путешествия приносят вам только радость поиски на дирасула процветает и пусть наша дружба он длится вечно так ну что с кустами то бахнули водички ну что готово тогда в путь я заказал униформу для адели у старой знакомой в городе давайте сначала заберем заказ так давайте прошу стим кусты не слушайте наверное ребята и правда дверек пробежал тут вопросик о кстати на тему того как это прям лыть ну там почти километр но мы же справимся правда теория так ну дедуль давай вспоминаем молодость полезли как старые добрые времена когда мы таскались по скалам леуэ а кстати а чего хочу в старые добрые скоро тоже придется таскаться паскадок подождите таскаться-то таскаться а там же это ну это ну вы поняли я там же какое-то еще добавят какой-то способ перемещения типа как суммиру был по моему если ничего не путаю так это где-то ниже да для куда залез не ну нам туда точно не надо так ладно давайте все-таки ты пнем ся что-то не плыть желание особого нет а интересно при геймпаде ощущается 2 секунды при смене отряда как должно на в этом плане особо же ничего не меняется поздравляю теперь ваш деда мокрый так а вот и я а как дела идут но если бы не демуазель спина дирасула а мой магазинчик давно бы закрылся все знают сколько у тебя на разных знакомств и как искусно ты в ведении дел так что напрасно жалуешься и не забывай она теперь наш босс как бы а это насколько день вспотел пока лез на дом звук старость да простите демуазель это я по привычке на вы пришли за униформой в прошлый приезды я совсем про нее забыла не ожидала что демуазель лично придет забирать заказ ведь можно было послать за униформой кого-нибудь из подручных навиа серьезно относится даже к мелочам да дело не в этом просто мне захотелось развеяться вот новое путешествие лучше любых лекарства врачу и душевные раны да но не блин я сейчас тоже пошел врачевать раны я тоже пошел бы прогуляться но зима да босс права чем сидеть и натасковать в одиночестве лучше отправиться в путь барин я его понимаю но зима минутку сейчас я все принесу ну вот а мы дам были времена но прошли кстати а почему модель вообще вздумалась присоединиться к спину дирасула но она не назвала конкретных причин только сказала что я ей очень понравилось вот навиа настолько добрая что к ней даже дети липнут чего тебе зимой не нравится например в зиме мне не нравится все но после тех событий она стала держаться веселее наверное дело в том что он теперь она точно знает ее отец а вовсе не был плохим человеком она говорит что всегда боялась моего отца и думала на будто все члены спины дирасула такие же страшные знакомая форма кстати единственный минус зимы это зима да да именно так но нынешняя спина дирасула совсем другая адель набралась смелости поговорить со мной и увидела что я могу ее понять да ведь у вас за плечами похожий опыт как бы да наверное пытаясь выяснить правду заодно я помогла и ей и она сказала что хочет помогать людям как я не сидеть на месте и ждать когда ей протянут руку помощи судя по всему она будет достойным членом спины дирасула а я согласна но для начала нам нужно создать условия для ее здорового развития потом модели вырастет и примет окончательное решение я даже догадываюсь кто это может быть точнее из какой организации значит мне не послышалось и в кустах там правда сидели до чего такое таро так за нами хвост чего какой хвост пойму же летит я с вами контр захватил униформа да хорошо конечно куда уже деду бегать он и так вон сколько шел пойман тоже их видела и они убегают не 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 так это не работает не вот лето это хорошо мы знали что с вами будет не просто сладить какие грубияны похоже придется преподать ему урок хороших манер вперед ребята пора с ними разделаться так а какие кнопки нажимать то а вот еще кнопка короче это знаете кнопка на все случаи жизни никогда не подводят нам определенно это она подожди подожди давайте опробуем вот это слушать работает работает окей отвечай кто вы такие и почему вы следили за нами не думай что отделаешься от нас молчанием трезво оцени обстановку и не надеясь что сможешь сбежать а босс вы как не ранены на такому противнику не под силу нас даже поцарапать не то чтобы ранить ладно хватит строить из себя героя говори не то попадешь в палату жарди наш там с тобой разговаривать будут иначе мы хотели отомстить спина дирасула но он дам то чум а то что мы обсуждали в начале класса там но вы нас заметили и мы оказались слабее так что сдаемся мстили отомстить так вы люди ромёфа значит тебе знакомо это имя если так ты должна понимать откуда взялась наша ненависть ты это остыл бы ты в положении немного не том да у вас нет ни малейшего шанса на победу единственное что хорошо это осень тепло и дожди освежают я завидую потому что ну если у вас осенью теплые дожди то я прям завидую да просто у нас осенью дожди они немножко другие а мы немного на выпили увидели на улице на view на обозлились решили проследить за вами дождаться удобного случая чтобы испортить вам день для какие блин кстати комары осенью где-то в сентябре это у вов-вов когда по ночам холодает и вот они они прям злющие злющие в жизнь какой а летом пауки а весной грязь зимой холод чё за мерзость чё за мерзость страшнее комары только в декабре а у меня в декабре летал по дому комар но вышла наоборот наш день оказался испорчен да что-то ты как-то лжешь тебе не кажется вы следовали за нами всю дорогу до города какая проницательность ну и что мышь ничего вам не сделали да и не могли ничего вам сделать не 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 то что не сделали это такое просто увидели вас разожглили вино ударило в голову послушай халас давно мертв чтобы не случилось в прошлом а я надеюсь начать историю спина дирасула с чистого листа сейчас я действующая глава спина дирасула если ваш босс хочет со мной поговорить я буду только рада а на чтобы подтвердить свои намерения я не буду выдвигать против вас никаких обвинений а я бы выдвинул я понял спасибо я передам твои слова боссу а там как бы не оказалось что это ну того что их босс любил мать нави но если впредь вы попытаетесь и выкинуть или даже замыслить нечто подобное вам не поздоровится ясно ясно все ясно и идем а летом кстати плюс в шашлыках еще вот ты уверена что их можно отпустить навиа зимой бой зимой шашлычки то особо не похомячишь но не хочу умножить старые обиды доставшимся мне от отца доставшиеся мне от отца и потом я не думала что он был полностью прав насчет аквабусов если на раме согласится я буду рада сея за стол переговоров нельзя упускать возможность начать все сначала думаешь там настолько драматичная драма но если бы была такой я не удивился поддерживаю босса отвечать насилием на насилие примитивная практика которой не место в нынешней спина дирасула где-то один это поспурил бы с этим блин так подождите а и венджа и вент это ж жуки да и колтор говорил что они сейчас сидят на мели а значит у них пока недостаточно ресурсов на чтобы бросить нам вызов лучшее время для переговоров блин у это можно было бы и потрогать кста потом но я все равно он думаю что нам не стоит сбрасывать со счетов рамеса и его подручных а если он не обратит внимание на наши слова тогда противостояние рано или поздно выльется в открытую битву да его люди явно небольшие поклонники спины дирасула надеюсь он до битвы не дойдет хоть старая ссора и развела нас на много лет раньше мы все были частью большой семьи спины дирасула да не я с тобой согласна ладно этот вопрос мы уладили пока рамефе можно не беспокоиться уже поздно давайте заночуем во флёр сандр а в пуассон вернемся завтра я попрошу кого-нибудь написать лорану письмо и сообщить о случившемся ну чтобы он усилил охрану вокруг пуассона и принял меры против разных подозрительных личностей опять ночуем во флёр сандр там даже подушки пахнут водорослями мышь ночует на подушке где-то они в стоге сена и ей еще что-то не нравится да ничего не поделаешь флёр сандра стоит на воде не туда почти не проникает солнечный свет но пуассон мало чем отличается тофлёв сандр так что не я давно привыкла зато вечером мы сможем посидеть в ресторанчике выпить поужинать жареной рыбой и послушать как местные поют морские песни что думается на звучит как отличное свидание я в деле ладно говорила идем приман тоже хочется спеть это мы пропустим пожалуй пение пойман ребят мы пропустим сто процентов так подождите где наши вентик там подготовительный лагерь аратаки для боевых жуков в последнее время ваш рацион был довольно скромным и пойман не хватало пикантных блюд а вы направляетесь в ресторан народный выбор и случайно встречается своих давних друзей открывается новая чудесная глава обучения блин вот это я бы я бы прошел конечно вот это надо бы пройти будет а потом обязательно нужно потрогать если здесь есть это то не я уверен на сто процентов здесь будет что-то интересное ну скорее кринжовенькая но но тем не менее интересное вот я вам смотрю у меня уже глаз начинает дергаться когда я вижу вот подобные значки вот такие я просто представляю что там дальше сколько всего вот этого хорошо что-то это заранее сказал а я что-то да я не думал а потом вспомнил что это же ивентик с это вот а как можно не пройти это ведь 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 все мы любим это причем я люблю это настолько что вот вот опять же казалось бы да что вот насколько мой пупс мой пупс но блин я довольно редко беру его куда-то на прогулке но ничего ничего потом мы это дело обязательно исправим вот он бегает сигней на и ну что поделать что поделать так ребята и самое время нам сделать небольшой перерыв буквально пять минут и мы продолжим